Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу поговорить о том, почему так сложно стать программистом. Ни для кого не секрет, что программисты зарабатывают сейчас больше всех, и они могут работать где угодно, откуда угодно. И порой некоторые программисты работают по несколько часов в день, зарабатывая при этом по 4-5-6 тысяч долларов в месяц. Так все-таки, почему желающих стать программистами много, а программистов не хватает? И рынок труда сейчас в поиске хороших специалистов, и вакансий огромное количество, а вот претендентов на них очень мало. Так почему все-таки из огромного количества желающих не все становятся программистами? Этому есть несколько причин. Но начнем с того, что на данный момент существует огромное количество материалов, учебных пособий, тренингов, которые позволяют самостоятельно подготовиться за определенный промежуток времени и стать программистом. Конечно, не экспертом в программировании, но человеком, которому уже будут предлагать какие-то позиции в разных компаниях. Если сравнить количество учебных пособий сейчас и, допустим, 15-20 лет назад, то это небо и земля. Сейчас таких пособий огромное количество. Если вы ведете в Google поиски, например, изучить JavaScript, либо изучить Python, либо стать веб-разработчиком, вы сразу же получите огромное количество различных ресурсов, платных и бесплатных, не имеет значения, но ресурсов, где огромное количество разных материалов, в том числе практических заданий, которые позволяют выучить программирование самостоятельно, повторюсь, за определенное время. Когда я учился в университете, у нас было программирование, и нам преподавали его преподаватели, которые сами выучили его где-то в 70-80-х годах. И, откровенно сказать, навыков преподавания, программирования у них абсолютно не было. И, соответственно, привить желание программировать у них тоже не получилось. И, соответственно, программистом после университета я не стал. А стало им тогда, когда я самостоятельно начал вникать в тему, самостоятельно создавать свои проекты, и самостоятельно сидеть до ночи, иногда по выходным, и изучать программирование. Другого пути выучить нету. Многие думают, что программирование научиться очень легко. Вот дядя Петя, мой друг, знакомый из соседнего подъезда, выучился на программиста за 3 месяца на буткампе, сейчас работает и получает 1,5-2 тысячи долларов. Это истории из ряда фантастики. Поэтому, с моей точки зрения, самый эффективный способ стать программистом – это начать практиковаться, создавать собственные проекты, программировать самостоятельно. Не просто смотреть обучающие пособия и курсы, при этом ничего не делая, либо повторяя вслепую то, что делает инструктор на экране видео. Это не работает. Вы должны самостоятельно научиться решать проблемы, задачи, которые возникают у программистов на работе каждый день. И программисты, которые работают в больших, огромных компаниях, все равно каждый день пользуются Stack Overflow, пользуются Google Поиском и решают различные задачи самостоятельно. Вот этому вы должны научиться. Почему же все-таки при таком огромном количестве различных материалов и доступных ресурсов по обучению программированию, все-таки программистами становятся не все, а только лишь небольшая часть желающих? На мой взгляд, причин этому несколько. И основные из них – это лень и отсутствие мотивации. Что я имею в виду? Каждому сейчас намного проще взять мобильный телефон в руки, выйти в интернет и, не знаю, читать посты в Фейсбуке, постить фотографии в Инстаграме. Для этого много ума не нужно. Либо же, например, включить в Ютубе какие-то ролики развлекательного характера и смотреть их один за другим, тратя на это часы драгоценного времени. Сейчас при наличии такого огромного количества гаджетов, которыми особенно молодежь пользуется ежедневно по много часов в день, очень тяжело реально сесть, сконцентрироваться и заставить себя изучать что-то новое. Я говорю именно о концентрации, потому что при изучении программирования, в котором очень много различных тем, нюансов, моментов, очень важно уметь сконцентрироваться на протяжении хотя бы двух, трех, четырех часов. Но если у тебя рядом лежит мобильный телефон, на который приходят уведомления каждые 10-15 минут, то, конечно, как-то сконцентрируешься. Это нереально. Потому мой первый совет – отложить в сторону мобильные телефоны, планшеты, все, что может тебя отвлечь от обучения. И ты увидишь, что реально процесс пойдет. Первое время будет тяжело, ты будешь многое не понимать, но если ты будешь изучать одну и ту же тему с разных сторон, используя различные видео, различные книги, различные подходы, то рано или поздно ты поймешь и скажешь, блин, так это же было очень легко. Так, на самом деле, изучают любую новую тему. Сначала непонятно, сложно, а потом становится все понятно и легко. Второе – это систематичность. То есть нельзя изучить программирование за два часа в неделю. Если ты что-то и выучишь за эти два часа в неделю, то через неделю ты это забудешь. Потому учиться нужно каждый день, либо хотя бы пять раз в неделю. И только тогда будет какой-то прогресс. И то, что ты изучил в понедельник, ты все еще будешь помнить в пятницу. И, возможно, если ты используешь то, что ты изучил в понедельник, оно у тебя отложится в памяти на долгое время. Потому важно стабильность и постоянство. То есть выделять каждый день определенное количество времени, несколько часов минимум. Но я рекомендую больше. Я ранее учился 10-12 часов в день – это не проблема. Главное – сконцентрироваться и вникнуть в тему. И не отвлекаться на посторонние вещи. Третье и очень важное – за вас никто не выучит программирование. Многие думают, что если пойдут на трехмесячный буткамп, там научат программированию и ничего при этом делать не нужно будет. Все сделают за вас. Это не так. Даже если это буткамп, все равно необходимо самостоятельно уделять очень много времени и практиковаться. На буткампе инструктора могут лишь помочь и направить в нужное русло, если, например, исчезнет мотивация, либо если возникнут какие-то мелкие проблемы. Но я рекомендую все возникающие проблемы решать самостоятельно. Также многие думают, что вот если я купил курс, например, на Udemy, либо если я оформил подписку на Pluralsite, либо LinkedIn Learning, я получу знания и стану там мега-гуру. Этого не случится. Мой опыт показывает, что люди, которые покупают такие курсы, на самом деле их не заканчивают. То есть они начинают, несколько лекций вначале проходят, а дальше бросают. Почему? Снова-таки смотрите вышеописанные мной причины. Отсутствие мотивации и лень. Очень сложно себя заставить пройти онлайн-курс от начала до конца. Почему сложно? Потому что вас никто не контролирует, правильно? То есть вы купили курс, он у вас где-то есть в профиле, и вы можете сказать, а завтра изучу, либо там через месяц начну учить. И это завтра очень часто никогда не наступает. То есть сложно себя мотивировать, проходить вот такие вот онлайн-курсы, когда нет инструктора, нет друзей, которые учатся вместе с тобой. То есть ты один на один с этим онлайн-курсом. Потому что мотивация зачастую отсутствует. Как решить эту проблему? Находите единомышленников, кооперируйтесь в группы, собираетесь, изучаете один и тот же тренинг совместно. То есть коллаборация всегда повышает эффективность. Но снова-таки практика, практика, еще раз практика. Без практики вы ничего не выучите. Если вы просто будете смотреть обучающие видео, при этом попивая чаек, либо пиво, эффект от этого вообще никакого не будет. В одно ухо будет влетать, и из другого вылетать. То есть вы ничего не запомните, ничего не выучите при этом. Реально знания и понимания приходят с практикой и с многократным повторением одних и тех же задач. То есть если вы выучили, например, что такое функция в Пайтоне, этого недостаточно, чтобы уметь писать функции. То есть вы должны использовать функцию 10, 20, 50 раз, прежде чем у вас будет, скажем так, набита рука, и вы будете автоматически уже писать функции, и для вас не будет вопросом, что такое параметр, либо аргументы функции. Потому, резюмируя, если вы хотите стать программистом, будьте готовы потратить очень много времени на это. Бросайте все свои дела, откладывайте в сторону свои гаджеты, садитесь за компьютер и учитесь. Чем больше времени, чем регулярнее, тем лучше. При таком подходе, если вы будете тяжело трудиться и вникать в тему каждый день, вы сможете за период от полугода до года выучиться на тот уровень, который достаточен для начинающего программиста, скажем так, джуниор-девелопера. И можно уже начинать рассылать резюме и ходить на собеседование. Не думайте, что на собеседованиях вам будут задавать много теоретических вопросов. Интервьюеров больше интересует именно ваш практический опыт и ваши практические навыки, умение решать какие-то возникающие проблемы. Если вы поделитесь своим опытом, это будет намного лучше, нежели вы расскажете, например, все варианты алгоритмов, которые вы знаете. Я желаю вам успехов, и если вы только начинаете путь изучения программирования, вы должны пройти его до конца, не сдавайтесь, и рано или поздно вы добьетесь успеха. Ну и увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...